В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. Активные работы начались и на территории бывшего дачного товарищества «Мичуринец-3». И кто омрачил эту радость? Организация, которая занималась земельными работами. Согласно нормативному акту, глава 13 пункт 230, покрытие, поврежденное в ходе проведения земельных работ, должно быть восстановлено производителем независимо от его типа в срок, указанный в разрешении при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории. Но состояние дорог по факту имеет крайне удручающий вид. Мы неоднократно обращались в администрацию по поводу произведения земельных работ на улицах переулках юго-западной части города Азова. Это бывшая территория ДНТ «Мичуринец-3», кадастровый квартал 612-45-40-350, о том, что на каком основании, как производится контроль за земельными работами и прочим. У нас буквально недавно получен ответ от прокуратуры, были проверочные мероприятия выполнены, где полностью подтвердилось, что должного контроля департаментом ЖКХ города Азова не выполнялись, то есть контроль не осуществлялся. Ни до начала работ земельных, ни после окончания земельных работ. Соответственно, вот здесь мы видим, что дорога была защебнена. В разрешении мы не знаем, что там написано, но возможно, как по многим документам мы уже сталкивались, что грунтовое покрытие, но здесь щебенкой полностью засыпано людьми за свои собственные средства. И вот после земельных работ проведения, соответственно, восстановительные работы никто не делает. Контроль, я уверен, что департамент ЖКХ сюда не выезжал и не контролировал. Тем более, ответ прокуратуры полностью подтверждает этот момент. Согласно ответу прокуратуры, установлено, что по результатам проведения проверки, департамент жилищно-коммунального хозяйства контроль за восстановлением дорожного покрытия осуществил ненадлежащим образом. В связи с чем, директору ЖКХ вынесено предписание. На территории бывшего дачного товарищества проживает более тысячи людей. И высока вероятность, что дороги, которые жители отсыпали щебенкой за свой счет, в осенне-зимний период утонут в грязи. Мы уже обращались к главе администрации, хотим все-таки с ним встретиться персонально, вплоть до того, что он ощущает объезды города. Но на данную территорию он ни разу не выезжал. Я думаю, для него будет удивительно, что он здесь может увидеть, что есть все-таки дороги с асфальтовым покрытием. Пусть его не до конца еще разбили, но оно еще существует. Щебенчатые дороги, они здесь существуют. И сотрудники департамента ЖКХ, когда выдают разрешение на земельные работы, они как минимум должны выехать на территорию непосредственно, где будут проводиться земельные работы. И, соответственно, убедиться, что здесь грунтовое покрытие, щебенчатое покрытие или асфальтированное покрытие, дабы не разрушать то, что уже создано другими. У нас, получается, кто-то пытается восстановить, отсыпать за свои средства улицы и переулки юго-западной части города Азова. А потом происходит вот то, что мы сейчас видим. Газопровод прокопали. То же самое аналогично по водопроводу прокапывают, делают колодцы с нарушением, которые в последующем... Колодцы разваливаются. Только что буквально мы были на одном из таких объектов. В водопроводные колодцы прокладываются частной организацией АСК-сервис, которые после проведения земельных работ по своему направлению также нарушают дорожное покрытие и нормы установки люков. Так, согласно строительным нормам и правилам пункта 637, люки колодцев должны быть не более чем на 50-70 мм выше поверхности земли. Мы сейчас находимся в переулок 18-й линейной, непосредственно в районе дома 1278. И видим четкое препятствие проезду транспорта, потому что в ночное время здесь никак не освещается, но высота колодца явно с нарушениями – это больше 13 сантиметров, потому что кирпич чуть ниже даже получается, чем выставлен колодец. Ну и, соответственно, в ночное время человек может спотыкнуться, упасть, машина может получить, так сказать, поломки. После проведения таких земляных работ сложности возникают у всех, как у водителей и пешеходов, так и у спецтранспорта, который попросту не может проехать по так называемым дорогам. Людмила Урихина, Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.